МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Светлана Князева, глядите в этом выпуске. Сто годов на охове правопарадку распочались урочистости с нагодой юбилея милиции региона. Правовая оборона и охова працы сегодня у Гомеля обмерковывали на керунке работы профсоюзной организации. С дебютанта у фавориты. Первый сезон принес команде «Энергия» первая медаль бронзу чемпионату Беларуси по волейболе. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Керавництво Гомельска габл-выконкама накеровало веншавание спортсменам региона, які досягнули высоких выникал на республиканских и международных споборництвах. Яуген Циханцов, выхованец з Дюшар профсоюзной организации Гомсельмаша, отрымау золото чемпионату Европы. У веншаванні означается «Няхай гэтая перемога не будзе опошней. Кожное твое старання обовязково приводзе цябе до празовых местцев и заслуженных узнагарод. Жадаем табе завоевання новых вершинь, стойкости, працавитости, агаловное моцного здоровья». Особные слова подяки накерованы тренерам, які подтвердили свое высокое профессийное майстерство и умение рыхтовать соправдных переможців. Керовництво региона отзначило и досягнение наших волейболистов. Команда «Энергия» областного клуба по гульневых видах спорту стала уладальницей бронзовых узнагарод чемпионату Беларуси по волейболе. «Мы гонарымся вашей командой, спадеемся, что с вашим поспехом одродяться лепши волейбольные традиции нашей в области», – означав, выполняющий обовязки старшиня Балваканкама Геннадзь Соловей. Взнешаванена керованы усяму тренерскому составу и особиста Дмитрию Лихараду, який поверил в нашу команду и привел ее до бронзового постамента. Головное пожадание – настойливо завоевывать волейбольные вершини. Волейбол повинен стать визитной карткой нашей любимой Гомельщины. До речи, выники этого гульневого сезона разом с тренерским штабом и гульцами обмерковали наши корреспонденты по дробязности у спортивном оглядзе с Максимом Савиным. А зараз до інших подзей этого дня. Каштовные фотосдымки, милицейская форма розных часов, документы, артефакты. Сегодня в Управлении внутренних справ Аблаканкама открылась обновленная историко-демонстрационная зала. Мероприемство присвечено 100-годовому юбилею Гомельской милиции. На стендах тысячи экспонатов, які адлюстровують шлях развития службы. Цікавость выкликает литерально кожная речь. Упригоживанием выставы лишится весь гэтый куток, где адлюстрована работа криминалистов-кинологов. Над створением экспозиции скрупулезно працавали супрацовники Гомельского областного музея военной славы. Усяго за месяц яны с допомогой ветеранов внутренней службы и супрацовников милиции подрихтовали стенды. Запленную работу над створением историко-демонстрационной залы директор музея Дмитрий Чумаков отримал подяку от начальника управления внутренних справ Александра Васильева. Подбор фотографий, подбор документов, выверка документов, предметный ряд, поиск предметного ряда. Очень много было предоставлено сотрудниками УВД и ветеранской организации, что нам помогло в работе. Ну и когда мы уже вышли сюда работать, естественно, самая тяжелая работа – это найти всему этому применению и место в витринах, что мы успешно и сделаем. А литеральна прозгадзина урочистости да стагодзя утворения гомельской милиции протягнулися у колонной зале Палаца Румянцевых и Паскевичев. Тут начальник управления внутренних справ Аблоканкама Александр Васильев урочил у Знагороды лепшим супрацовникам службы. За высокие достигнения у оперативно-службовой деянности у Знагороджены 50 человек. Яны отримали медали, нагрудные знаки, гоноровые грамоты и удячности Министерства внутренних справ Республики Беларусь и Гомельска Аблоканкама. Такая церемония тут пройшла у першиню. Завершилось мероприемство фотографованием на память и интервью с уладальниками у Знагород. Это гордость и, возможно, мечта с детства была служить милиции. Поэтому, где Родина сказала, там и служим. Для меня, конечно, почетно. Я, когда пришел в милицию, еще была только 72-я годовщина, а сейчас 100-я. Поэтому для меня это очень приятная дата, 100 лет нашей гомельской милиции. Тем более у нас, как бы, получается, семейная традиция уже или династия получилась. Так что супруга у меня проходит служба в отряде милиции особого назначения. Дочь подросла, получив высшее образование, тоже пошла по нашим стопам работы в железнодорожном отделе внутренних дел у нас в городе Гомеле. Поэтому это событие, оно бывает, как говорится, раз в 100 лет. Поэтому я рад, что дослужился до этой даты. З института в университет ГДУ имя Франциска Скарына означает 50-ти годы работы у статусе классичного университета. С этой нагоды у ВНУ проходят мероприемства, которые ознайомятся не только с историей установы, но и с ее современным жизнью. Марина Джалая наведала в расчистости. Старт мероприемства в науково-практичной конференции Гомельский государственный университет имя Франциска Скарыны от педагогического института до классичного университета. До 1969 года в Беларуси был только один университет – БДУ. Переотворение Гомельского педагогического института имя Шкалова в университет послужило импульсом для активного развития высшей научной установы. Она оказалась подпильной увагой науковцев Советского Союза. Цекавость до нового статуса в ВНУ и связанных с ГЭТом науковых махчимостей накировала сюда не только белорусских доследчиков. Традиции международного супрацовничества активно развиваются и сейчас. Сегодня у ГДУ научение проходит на 13 факультетах. Что год открываются новые специальности. Все лету в першиню пройдет набор на экономичную информатику, бизнес-администрирование, тренерскую работу. Усягова в университете вучится 10 тысяч студентов из 16 краин. Мы были пединститутом. За эти годы мы открыли экономический факультет, открыли юридический факультет, факультет психологии, педагогики, множество факультетов, факультет иностранных языков. Начиналось же все всего лишь с нескольких факультетов. В те годы, когда был открыт университет, преподаватели, профессора приезжали из различных городов бывшего СССР. Я просто знаю, что были представители Москвы, Петербурга, Казани, Уфы из различных городов. Про загадину наша здымочная бригада на выставе науково-технической и в учебно-методичной литературы. Кожный факультет подрихтовал свою экспозицию. Например, будучи физик Иван Гайдаш, разом со своей командой, распрацовал программу, дякуючи, якой можно виртуально подорожничать по Брестской крепости. С ее удельничаем в конкурсах 100 идей для Беларуси, из чего начинается родима. Посетить данную крепость именно виртуально, не уезжая куда-то далеко из города и не тратя большие, получается, деньги на экскурсию. То есть данный проект дает большой спектр возможностей для изучения любых иголков в Брестской крепости, ну и вообще, как развлечение, как материал для школьников, опять же. Завершились с сегодняшней урочистости великой концертной программой, которую подрихтовали творческие коллективы ГДУ. Завтра мероприемства протягнутся. У ГДУ пройдет поширенное посаджение Совета университета с отделом его знакомитых выпускников. Марина Джала, Игорь Маришченко, Телерадо, компания «Гомель». Реальная допомога для усих и кожного. Дякую, что профсоюзам правовые консультации становятся больше доступными для насильництва. Что день можно потальфоновать, написать, те особисто звернуться до квалификованного юриста. Профсоюзам удается одновить справедливость навод у тих выпадках, коли проблема сдается невырашальной. Про сучасные накерунки деянности профессийных союзов региона сегодня ишла размова подчас пресс-конференции. С подробностями Яугения Кухаронак. 2019 год проходит у Федерации профсоюзов Беларуси под знаком 115-й годовины с дня заснования. Звычайно узначенные даты подводят выники, вызначают планы на будущее. Профессийные союзы нашей краины проводят правоздашно-выборчую кампанию. Будет выбираться новый лидер профсоюзного движения во всех структурах, начиная от профсоюзных комитетов на предприятиях, заканчивая районными объединениями, обкомами. Поэтому все идет к тому, что омоложение состава и, естественно, омоложение взглядов на сегодняшнюю действительность и, в соответствии с этим, конечно, и движение вперед. Профсоюзный рух объединяет больше за 500 тысяч жихоров региона. Для кожного доступна правовая оборона. Миновата Гэты Накерунок сегодня праоритетны у деянности объединения. На варте 11 юристов – правооховников працонного громадства. Зачастую человек к нам приходит, когда у него уже есть конфликт с нанимателем, который мы стараемся разрешить в досудебном порядке, так как наниматель – это наш социальный партнер. Если мы видим грубейшее нарушение законодательства о труде в отношении работника, то здесь, безусловно, мы составляем необходимые процессуальные документы, исковые заявления, жалобы, обращения в комиссию по трудовым спорам. И, соответственно, далее уже сопровождаем работника в разрешении его вопроса. У минулого года 90% таких справ в судах были выиграны. Членам профсоюза увернули 260 тысяч рублей, 14 незаконно звольненных человек одновили на прационном месте. Все лету скорбонцы еще 300 науча выращенные справы. Выконание законодательства в сферах работы в регионе контролюет 12 прав техинспекторов и 11 тысяч громадских инспекторов. Однако отказность ляжет на наймальниках. В статье 42 закона об охране труда профсоюзные инспекторы, профессиональные технические инспекторы при проверках имеют право выдавать представление обязательно для исполнения нанимателям, такое же, как предписание государственного инспектора. Сегодня на законодавшем узровне прописано, что профсоюзные инспекторы могут беспирошкодно наведывать с проверкой предприемства и организации у тем лику приватные. За год прикладно здясняется коля 150 подобных выездов и проводится свыше тысячи манитурингов. Все лета в Украине начали укоронять концепцию нулевого травматизма. Это семь правил, которые поделены на основные направления безопасности, гигиена работы и добробит работника на всех узровнях вытворчасти. Тема будет центральной. по часу светлого дня ховы працы, яке означать 28-го красавяка. Евгений Кухаронак, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». До речи, Гомельская областная организация профсоюза урихтует масштабные святочные мероприемства до 1 мая. Кроме традиционных урочистостей, ушановывания працовных династей и переможца конкурса «Гомельский мастер», у першиню у областном центре проведут парад профессий. Плануется, что у дел у шести примут каля тысяча человек, якея представят 35 профессий. Лепшие специалисты пройдут по улице Перамоги до площади Паустанья, где разгорнется концертная программа. На переддне у областным Доме профсоюза ушануются працовные династии. Это, например, семья наставников, якая мая запляшима 500-годовый суммарный працовный стаж. У святочной программы так само узнагородживание лепших у профессии, фотовыставы, спортивные споборництвы, флеш-мобы и концерты. День працы и святкования 115-го дня профсоюзного руху обещают стать запоминальными. БМЗ подписал на бизнес-форуме у Турции погоднение большим на 14 миллионов долларов. У приватности размова и Депра запланованные все лета отгрузки у Турцию продукции столя-дротового и трубного цехов. Турция заявляется традиционным рынком у структуры сбыту БМЗ. В эту страну предприемство реализует металлокорд, стальовый дрот, безшвовые трубы, лету и на рыхтоку. В минулом году объем экспорта перевысил 38 миллионов долларов. Громадская приемная областной организации Белой России протягивает работу. 24-го красавика с встречу проведен начальник отдела по работе со зворотами грамадян и юридичных особ Гомельского облаканкама Алла Миколаевна Белянок. Приемная находится на улице Ланге, 17, кабинет 305. Попередний запись на прием ведется в будние дни с 9 до 17 годин по номеру телефона у Гомелли 70-43-00. 25 команд из всего региона. Сегодня у Гомелли стартовала областная спартакеяда по программе летнего шмадборья оборонца Айчины. За перемогу змагаются наученцы школы и средних специальных установ адукации в двух взрослых категориях. В программе с поборництва бег, подтягивание на перекладине, плавание, кидание гранаты, стрельба с нематичной винтовки. Команды представляют районы в области, а так само города Гомеля. У составе каждой дружины только самые подрыхтованные. Соревнования проходят для того, чтобы ребята почувствовали себя военнообязанными, чтобы они поучаствовали в тех нормативах, которые им помогут подготовиться к службе в армии. Лепшие спортсмены областных споборництва отправятся на республиканскую спартакеяду, якая 15 мая распочнется у Гродни. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Приехали показать свою силу и превосходство, но нежданно встретили сильнейших. В Гомеле сотрудники 8-го управления по Гомельской области Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Министерства внутренних дел при поддержке бойцов ОМОНа предотвратили массовую драку. Задержано 14 участников, в отношении двоих возбуждено уголовное дело. 13 апреля около 30 человек прибыли на автобусе в Уриске, чтобы спровоцировать и устроить драку с местными жителями. В хулиганской группировке повстречались два школьника 15 и 16 лет, которых к приезду оперативников двое молодчиков уже избивали около остановки общественного транспорта. 14 человек были доставлены в советские РУВД города Гомеля. Все они были опрошены. В отношении двух из них Гомельским городским отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по факту злостного хулиганства. В результате оперативной работы удалось пресечь хулиганские действия в отношении потерпевших. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает, а также не допустить других подобных преступлений, в том числе массового характера. К другим происшествиям поездка на общественном транспорте в Мозоре закончилась для 80-летнего пассажира наложением гипса на ногу. На остановке по улице Чапаева водитель проявил невнимательность, из-за чего под колесом управляемого им автобуса оказался пассажир. Водитель не убедился, что в проеме средней двери отсутствует пассажир и начал движение. Позже в боковое зеркало заднего вида он увидел, что на проезжей части лежит мужчина. И после этого остановился. 80-летний пассажир автобуса был госпитализирован в учреждении здравоохранения. После осмотра и оказания медицинской помощи был отпущен домой. В Гомельском районе на пожаре погиб 55-летний мужчина. Около полуничья в службу спасения поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Диколовка. На момент пожара 79-летняя хозяйка находилась у соседей, а вот ее 54-летний сын был дома. В ходе разведки на полу жилой комнате под обломками строительных конструкций спасатели обнаружили его тело. Огнем уничтожена кровля, потолочное перекрытие, имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия неосторожное обращение с огнем при курении. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Из дебютантов фавориты вместе с игроками и главным тренером гомельской волейбольной команды «Энергия» мы решили подвести итоги завершившегося сезона. В первый год выступления в элите чемпионата Беларуси энергетики сначала заняли третье место в регулярке, а затем подтвердили свои турнирные позиции, обыграв в серии за бронзу «Витебский» и «Марка» в ГТУ. После игр с «Шахтером», которые мы сыграли 2-3, 2-3 и 1-3, то есть дальше не прошли, конечно, психологическое состояние команды было немножко в упадническом таком состоянии, скажем так. Дальнейшие игры за третье место, которые мы играли здесь дома в Гомеле, с «Марка» получились такие тоже напряженные. Хотя по счету мы все видим и мы сами понимали, что это все реально. Несмотря на статус дебютантов, тренерские штабы игроки изначально ставили для себя максимальные цели на сезон – в Кубке пройти как можно дальше, а в чемпионате стать призерами. Предпосылки к этому были, костяк команды составили опытные игроки. Сезон выдался довольно успешным. Нам были поставлены цели занять третье место и на Кубке, и на чемпионате. Мы их с успехом выполнили, но как бы по личным соображениям хотелось, конечно, больше. Старались, боролись с такими более уже титулованными командами, как Минск и Солигорск, но в некоторых моментах просто чуть не хватило. Мне кажется, после первых игр мы просто заявили, что мы можем, что мы команда и мы не будем просто так отдавать игры, что у нас надо игры именно выгрызать. Так что все сейчас в добром настроении, все рады, счастливый сезон закончился, будем уже готовиться к следующему сезону. В ближайших планах у игроков клуба и главного тренера, конечно же, отдохнуть. Также энергетики планируют провести показательный матч, встретиться с болельщиками и обсудить цели на следующий сезон, главное из которых стать первыми и в Кубке, и в национальном чемпионате. Спартакиада детско-юношеских спортивных школ Беларуси по художественной гимнастике завершилась в Минске в командном зачете дружина Гомельска из Дюшор номер 4 остановилась в шаге от пьедестала. Четвертое место. В личных состязаниях гомельские грации собрали неплохой медальный урожай. Злата Дятлова выиграла золото в упражнениях с мячом. Маргарита Тимошенко стала второй в упражнении с булавами. В этой же дисциплине, но в другой возрастной категории Дарья Веренич взяла бронзу. В групповых выступлениях Алина Зубкова, Елена Нестеренко, Вероника Митренкова, Дарья Чекушева и Полина Судиловская выиграли бронзовую медаль в упражнении «Пять обручей» и в многоборье. Команда Гомельской области заняла третье место в первом сезоне юношеской лиги бокса среди атлетов возрастом 13-14 лет. Финальные поединки турнира прошли в Минске. В матчевой встрече за бронзу гомельские боксеры были сильнее сверстников из Могилевского региона 11-9. В финале турнира сошлись команды Витебской и Брестской областей. В напряженной борьбе победа досталась представителям северного региона страны 11-8. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.